Девушки отдыхают Виноватый Google, которые ушли из России и перестали обслуживать свои сервера, которые в один момент разом все износились, и от того видео на YouTube теперь не грузится от слова совсем. Я говорю про компьютеры, приставки и прочие устройства домашнего интернета. С телефонов данная платформа работает исправно. В этом видео я расскажу, кто за этим стоит, зачем это делается и как эту блокировку обойти. Если вам интересен только способ обхода блокировки, перемотайте видео на вот этот тайм-код. Есть на YouTube каналы с политической тематикой, как с одной стороны баррикад, так и с другой. И Google, корпорация которой принадлежит этот ресурс, не просто заблокировала часть таких каналов с российской стороны, а полностью удалила их. Роскомнадзор потребовал объяснений, которые получены не были. Google не то чтобы был против россиян, просто в нынешней ситуации они вынуждены выполнять требования американских политиков и регуляторов. А те в свете профессиональной деградации от господства над всем миром активно практикуют культуру отмены. Если кто-то неугодный не согласен с их мнением, он отменяется. Все упоминания о нем либо удаляются, либо его действия очерняются. Когда у тебя в руках все мировые СМИ, воздействовать на умы людей очень просто. Роскомнадзор и политики такой наглости терпеть не стали и потребовали восстановить все удаленные каналы. Ответа они не получили и принялись активно замедлять работу этого ресурса. Почему она замедляется специально, а не сама собой из-за устаревшего оборудования, случайно рассказал депутат Антон Горелкин. Он этого не хотел, просто неудачно выразился. Его главное заявление связано с тем, что проблемы наблюдаются из-за деградации кэширующего оборудования. Если что, речь о серверном кэшировании, то есть о серверах Google на территории России. Мол, за два года отсутствия корпорации Google в нашей стране, оборудование износилось чуть ли не на 70%. Там в лучшем случае износ составит процентов 5, так что это никак не может быть причиной практически полного замедления работы YouTube. А далее депутат Горелкин заявил, что Google должен вернуться в Россию официально, чтобы обслуживать свое оборудование и... заплатить штрафы. Вот и весь секрет. Корпорация нарушает законы Российской Федерации, не отчитывается и не платит штрафы за это. В качестве меры воздействия мы заблокируем ее ресурс на территории России. Поможет нам в этом опыт блокировки Телеграм, Твиттер и Инстаграм. Штрафы там небольшие по меркам страны, около 10 миллиардов рублей. Но есть нюанс. За два с половиной года отключенной для россиян рекламы в долг со стороны России, Гуглу также набежало около 10 миллиардов рублей. Туда же еще включается долг маркетинговых агентств, которые не могут оплатить услуги по рекламе. Отключенная реклама это как премиум подписка для всей страны, которую Гугл предоставил бесплатно. А его продукт теперь еще и замедляют. А замедляют из-за блокировки политических каналов. Только тут вот какое дело. Политических каналов на платформе YouTube в лучшем случае наберется на 2% от всей массы. Только вот политика интересуется крайне мало людей. На этой платформе есть хорошие и интересные каналы о кулинарии, развитии бизнеса, детский контент, автомобильная тематика, развлекательное направление, полезные гайды и много других. И блокируя YouTube, Роскомнадзор наказывает простых россиян, которые привыкли пользоваться этим ресурсом и получать оттуда полезную для них информацию. Но простых людей, как обычно, спросить забыли. Мол, есть много наших платформ, таких как ВКонтакте, Дзен или Рутюб. Только вот аналогами YouTube они не являются даже близко. Контакт и без блокировки грузит видео с задержкой. Дзен это больше про статьи, а Рутюб это вообще отдельный вид прекрасного, в кавычках. Где вся целая оптимизация видео сводится к выбору тематики. Как в этом случае маленькому каналу тягаться с мастодонтами в этой же сфере непонятно. А чтобы видео продвигалось платформой более активно, можно участвовать в её конкурсах. Автору предлагают участвовать в конкурсах Рутуба, чтобы в случае победы продвигать его видео. Тогда бы уж сразу денег просили за продвижение роликов. На деле же продвигать видео на конкурентной основе не лучшая идея для свободной платформы, где зритель решает, что ему смотреть, а не платформа, которая подсунет зрителю видео победителя в её конкурсе. В Ютубе ролики предлагаются на основе предпочтений зрителя, которые рассчитываются алгоритмами Ютуба или же Гугла на основе многих факторов. В основном это конечно времени просмотра. Таким образом уникальные алгоритмы подбора видео для каждого зрителя делают Ютуб лучшим видеоресурсом для обычного человека. И пока в Рутубе, ВКонтакте и в Дзене не научатся работать так же, даже близко аналоги Ютубу у них создать не получится. Это что касается предыстории блокировки и принципа работы всеми известного ресурса. Поскольку аналогов в нашей стране Ютубу нет, стоит рассказать, как им пользоваться на тот период, пока мифические сервера случайным образом не починятся или пока Гугл не вернётся в Россию. И спойлер, он не вернётся до тех пор, пока отключена монетизация. Ибо зачем тратить ресурсы на то, что не приносит денег? А монетизацию не включат, пока идёт СВО, поскольку реклама была отключена не Гуглом, а по просьбе наших властей, чтобы не показывалась пропаганда противоположной стороны конфликта. Обычный зритель от этого только выиграл, поскольку уже два с половиной года смотрит Ютуб без рекламы. А вот авторы контента, включая меня, наоборот потеряли прибыль. Зато теперь вы знаете, кто снимает видео не ради денег, а ради принесения пользы в этот мир. Кстати, пока готовил это видео, от Гугла прилетела ответная мера. Теперь они отключат платёжный кабинет AdSense всем блогерам, которые регистрировали этот кабинет в России. Так что для нас не только прекратятся выплаты, которые и так скатились до минимальных значений, но и как следствие, сами видео в поисковике перестанут продвигаться, поскольку зачем Гуглу продвигать видео, которые не приносят ему прибыль? Для блогеров уменьшение просмотров это тоже проблема, поскольку мы предлагаем на Ютубе свои продукты. Например, у меня это доставка автомобилей, оптовые поставки запчастей и перевод денег клиентов за крупные партии товара из России. Мы платим с этого налоги, которых бюджет страны также не досчитается. Мало того, что государство будет платить за блокировку Ютуба, так ещё и потеряет значительную часть налогов. Приблизительная сумма там составляет минимум от 7 до 10 миллиардов рублей ежегодно. Теперь как эту блокировку обойти? Просто включите VPN. Это тоже неплохой вариант, но речь пойдёт не о нём, а об утилите Goodbye DPI. Goodbye – это прощание, а DPI – это Deep Packet Inspection, или глубокая инспекция пакетов. Имеются в виду сетевые пакеты трафика. Проще говоря, это полный аудит любого ресурса. Данная технология позволяет регулировать ресурсы и фильтровать трафик, пропуская только то, что нужно владельцу этой технологии. Используется она как государственными органами, например, Роскомнадзором, так и интернет-провайдерами, которые обязаны выполнять требования регулятора. Кроме того, в крупных коммерческих компаниях также используют данную технологию для защиты информации от утечек и прочих видов промышленного шпионажа. DPI используется не только в России, но и во всём мире, но вот использовать эту технологию трудозатратно. Если к операторам и провайдерам придёт Роскомнадзор и скажет «включаем DPI и замедляем YouTube», они ему ответят «конечно, сделаем». Вот счёт за наши услуги, который только по примерным прикидкам составит 3 миллиарда рублей ежегодно. Прежде чем скачать утилиту Goodbye DPI, убедитесь в надёжности сайта, откуда вы её скачиваете, дабы не установить на компьютер заражённую версию. В описании под этим видео я приложу ссылку, откуда его скачал лично я. Если у вас есть другой проверенный ресурс, можете воспользоваться им. Установка там максимально простая. Скачав архив, проверяйте его на вирусы и разархивируйте программу в удобное место, на рабочий стол, к примеру. Заходите в папку и ищите файл 1Russia Blacklist. Через правую кнопку мыши запустите его от имени администратора. Получив от вас разрешение, система запустит эту утилиту. Данное окно можно свернуть, главное не закрывать и пользоваться YouTube без помех. И заодно всеми другими заблокированными ресурсами. При желании эту программу можно настроить на автоматический запуск, но это при условии, если она не конфликтует с другими вашими приложениями. И да, важное примечание, Goodbye DPI разработан исключительно для операционной системы Windows. Пользователям других систем, таких как macOS или Linux, придется довольствоваться лишь VPN или прокси-серверами. Если обычный запуск софта вам не помог, нужно кое-что изменить в настройках. Те, у кого браузер на базе Хрома, это Яндекс.Опера.Эдж, вбиваем в адресной строке команду ChromeFlex. В появившемся окне нужно изменить параметр Kyber. Вводим это слово в поисковой строке и находим нужный параметр. Меняем его значение с Default на Disabled. После этого обычно у всех пользователей программа начинает работать исправно. Замедление обходится. Подводя итог, скажу, что замедлять YouTube, потому что удалены некоторые политические каналы, это неверный шаг. Вы сначала потратите ежемесячно миллион рублей на блокировку, а потом недосчитаетесь миллиардов рублей налогов. В обоих случаях деньги никто не вернет, а пускать их сейчас есть на что. Так что пока правительство борется с YouTube, так же как несколько лет боролось с Telegram, предлагаю рабочий и пока не запрещенный способ обхода этих блокировок. Субтитры сделал DimaTorzok